Просто чернушная история. Иду я с трамвайной остановки домой, с работы. Нормально иду, все чинчинарем, как обычно, но поздновато уже было. Аллейка там такая, сбоку деревья растут, дом пятиэтажный. И походу в этот день какой-то сумасшедший пассажир в квартире этого дома сверху объявился. Может кто больного родственника притащил, не знаю, раньше этого не было. Короче, этот шизик форточку открыл и всякую дичь кричит на всю улицу. Прям не связанный бред сумасшедшего человека, без тормозов. Человек вроде пожилой уже, мужчина. Да уж, странно осознавать, что такое больной, разрушенный человеческий мозг. Но там реально был поток какого-то черного, безумного сознания. Домой я пришел, переоделся, поужинал. Да и думаю, за пивком схожу, а за пивом идти как раз мимо этого дома. Время уже где-то десять вечера, темно, людей мало, практически нет никого. Иду я, значит, а этот безумец сверху орет, орет, орет. Скорее всего, меня увидел, потому что больше людей на аллее нету. Начинает орать что-то типа, мертвец, мертвец идет, смерть по улице шагает, черный покойник идет. И смех больной, дикий, я вспоминаю, что на мне как раз черная куртка одета. Вот дерьмо. Но мне даже не по себе стало, успокаивая себя, что это просто поехавший псих. Ничего особенного. Ладно, зашел в магазин, пиво купил. Стою, думаю, может крюк сделать подальше от больного. Тишина ночная. Где-то орут, ментовская сирена завывает. Звуки бутылок бьющихся. Я стою, мне не по себе, ладно, думаю, пойду как обычно, иду обратно. А хмырь гугугать начал, как филин, смеется больным смехом. Мне тут в голову начали лезть воспоминания, как по телеку слышал, что сумасшествие это типа следствие, одержимостью, нечистой силами, бесами. Короче, стрёмно стало, неуютно. Чувствую, у меня что-то падает такое, как будто шишки с елок. Раз по плечу ширкнуло, в другой раз в ноги упало. Прям на голову падает, отскакивает. Но я кричу, мол, совсем охренели. А в меня опять что-то летит. И там еще деревья над головой, не видно в темноте ни черта. Что там на балконах происходит. Но я шаг прибавил и пошел по темной аллее побыстрее. И такой голову поворачиваю, там свет от фонарей. Уже балконы озаряют, можно разобрать. Смотрю, этот псих на балконе торчит. Третий этаж, видать, на балкон как-то выбрался. На вид лет 50, здоровый такой, рожа безумная. Волосы дыбом, руки забрал. В одной руке ножницы здоровенные, по металлу. А другая рука как будто окровавленная. И рожа в крови, вся глаза дикие. В них отражается мертвый мозг. И он меня взглядом сверлит. И молчит такой, стоит в тишине, лыбится. И как начнет орать, как обезьяна. Смеется по-безумному. И в меня рукой кровавой тычет. У меня аж сердце екнуло. И мороз по коже от этого смеха. Повернулся и пошел быстрым шагом. Чтобы этот кошмар не слышал. Ладно, подхожу к подъезду. Запускаю руку в карман куртки, чтобы ключ от домофона достать. Нащупываю, что-то незнакомое в кармане лежит. Достаю, охренеть, там палец человеческий в крови. Я его в сторону выкинул, меня чуть не вырвало. Этот псих походу себе пальцы острих и в меня кидался, сука. Захожу в лифт, а там зеркало стоит. Смотрю на лице, на волосах, на куртке. Следы крови. Пришлось, короче, куртку эту выкинуть. Хорошо старая была. Сам потом в ванной мочалкой оттирался. Потом по дворам поспрашивал. Оказалось, псих одержали временно. Он ночью себе пальцы отрезал ножницами, лицо истыкал ими. И глаза себе выколол. Закрыли его, короче, наглухо в сумасшедшем доме. И еще прикол. Я к себе в квартиру захожу, когда куртку вешаю на вешалку, а из капюшона выпадает человеческое ухо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok